Всем привет! Сегодня хочу показать, как из вот такой вот лаврушечки я сделала вот такой вот инфуз. Он получился вот такого вот красивого желтовато-зеленого цвета, очень ароматный. Правда, в шампуне этот запах уже не будет таким сильным. Нам для работы понадобится в первую очередь хороший помощник. И, к счастью, он у меня есть. И вот она, моя помощница. Ну ладно, надеюсь, подняла вам немножечко настроение. Приступим к процессу. Я раздобыла свежего листа, чуть больше, чем полкило, и решила сделать инфуз. На эти 560 грамм я взяла полтора литра оливкового масла и еще нам понадобится 600 грамм воды. Нам нужно будет вымыть листья с помощью нашего помощника или самим. Затем я листья разрезала достаточно мелко для того, чтобы максимум пользы ушло в масло и в воду. Разделив листья на две части, я положила одну часть в воду, вторую в масло и поставила на небольшой огонь. По аюрведическим канонам, таким образом, готовятся растворы для того, чтобы лаврушка могла отдать свои все полезные вещества. Водорастворимые вещества уходят в воду, жирорастворимые в масло. И таким образом мы получаем максимальную пользу от нашего инфуза. Итак, в водном отваре листья должны кипеть до тех пор, пока у нас вода не уменьшится в 4 раза. Затем в идеале нужно процедить водный отвар и вынуть листья, которые у нас находятся в масле. Потом соединить две жидкости вместе и ждать испарения полного влаги из масла. Затем проверить на наличие воды. Взять аккуратненько одной ложкой в другую налить, чтобы у нас нижняя поверхность ложки оставалась чистой. И подержать над огнем. Если не будет характерного потрескивания, значит вся влага из вашего масла ушла. Но в этот раз я поступила немножко иначе. Я просто перелила остатки воды, вот эту одну четвертую часть с листьями, перелила в отвар масла после того, как вода уменьшилась в 4 раза. И продолжила готовить масляный раствор до тех пор, пока у меня листья не стали темными. К сожалению, в конце у меня видео не записалось, и я не смогу вам показать, какими должны быть листья. Но они достаточно сильно потемнели, они изменили хорошо свой цвет. После того, как масло было готово, я его процедила, проверила на наличие жидкости. Мне пришлось еще немножечко подержать на огне, чтобы остатки жидкости ушли. И процедила, получила вот такой вот ароматный инфуз, который я потом использую в шампуневом мыле. Надеюсь, видео было для вас полезным. Заходите, смотрите видео, как можно сделать на этом инфузе замечательный шампунь с гелем алоэ вера и натуральным шелком. Если вы еще не подписаны, подписывайтесь, будет много всего интересного. Если узнали что-то новое, ставьте пальчик вверх. Всего доброго, до свидания. Спасибо.